Всем привет! С вами Таня Генерал. Канал Субъективно об Америке. Вы знаете, сессия в Сан-Антонио продолжается. Сегодня побродим с вами по Riverwalk Agen. Господи, почему Agen-то? Good morning! Но уже при свете дня, всё-таки очень здесь красиво, не смогла уехать, не запечатлев это всё ещё раз. Ну, люблю я, люблю Сан-Антонио, люблю я здесь пошляться. Говорить мы сегодня с вами будем про второй важный момент для всех тех, кто жаждет, жаждет, жаждет переехать, но по каким-то причинам не может и должен оставаться в своей стране, там, где родился, там и пригождаться. И это частый вопрос, когда меня спрашивают, как справиться с отчаянием, как справиться с ненавистью, как жить дальше, если вот уехать возможности нет. Тема мне тоже очень близкая, через всё через это я и сама прошла, и со многими, с кем я работаю в моих консультациях. Я не психолог, но кое-что знаю, поэтому иногда люди ко мне обращаются за консультациями. Сегодня я всё вам расскажу, а заодно побродим, посмотрим, что здесь хорошее. Это место, которое находится в непосредственной близости к Ривервок, и называется Лавелита, маленькая деревушечка. Здесь, естественно, сувенирные магазины и всякая такая туристическая лабуда, но они умудрились сохранить вот эту вот атмосферу их древних миссий. Миссии – это были крепости, которые были самыми первыми при основании вообще города когда-то, которые представляли из себя бетонные, железные, каменные, господи, всё собрала стены, за которыми укрывались все жители этой миссии от набегов местных или не местных. Вот так я вам историю очень коротко пересказала, в трёх предложениях всё переврала. Но, возвращаясь к теме нашего видео, я уже упомянула, что мне эта тема самой невероятно близка, потому что участие в лотерее, я очень быстро поняла, что оно ничего не гарантирует, и всё, что оно даёт, только какой-то призрачный шанс. Кстати, на ваш вопрос, где все люди, могу ответить, что это 9 утра в воскресенье, и все люди сейчас ещё либо спят, либо собираются прийти сюда, те, кто здесь работает, поэтому людей нет. Так и радуйтесь! Вы видели в предыдущем видео, какие толпы. Мексиканская тема очень сильна в Сан-Антонио, потому что здесь очень большой процент популяции мексиканцев, поэтому вся вот эта смерть, как вы видите, и религиозные мотивы очень-очень представлены. Если думать о том, что там, где вы живёте, вам настолько плохо просто потому, что вы тут находитесь, и как только вы куда-то переедете, у вас всё изменится, то это самый главный, самый простой путь к тому, чтобы быть несчастным всегда. Вы можете переезжать бесчисленное количество раз, но если вы не меняете своё отношение к жизни, если вы не меняете то, как всё у вас устроено, ваши рутины, ваши привычки, ваши способы реагировать на реальность, ваши способы отвечать на вызовы реальности, то куда бы вы ни уехали, хоть в Зимбабве, хоть в Катманду, везде вам будет одинаково плохо. Поэтому если совсем коротко отвечать на вопрос, как справиться с отчаянием, если невозможно уехать, с отчаянием справляться не надо, с ним надо разбираться. Так же, как и в предыдущем видео, где мы с вами говорили, почему люди плачут, хотят уехать, но не уезжают, это абсолютно такая же симметричная история. Если очень хочется, нужно перестать плакать и найти любую возможность, вот прям любую, и уехать. Да, для переезда в США, для легального переезда в США существует не так много возможностей, и они бывают ограничены для людей. Если у вас нет какой-то конвертируемой хорошей профессии, то тогда вы не сможете там даже рассчитывать на рабочую визу. Если вы достаточно взрослый или у вас нет денег достаточного количества, то вы не можете претендовать на туристическую, на студенческую визу. Точно так же, если вы уже в отношениях, женаты, замужем, то женитьба вам не грозит. Тем не менее, очень много людей находят варианты, приезжают по туристической визе, остаются, делают документы. Это очень распространенная история, и перед такими людьми я снимаю вообще шапку, шляпу, все, что только можно. Поэтому это вот уровень того, как люди взяли на себя ответственность за свою жизнь. Я никого, прошу заметить, к этому не призываю, потому что этот путь, это ни сахар, ни мед, вообще от слова совсем. Это очень большие испытания, и вам понадобится денег даже, наверное, больше, чем если бы вы все делали по студенческой визе. Вам понадобится гораздо больше денег, чем если бы вы попытались осуществить переезд по студенческой визе. Но, тем не менее, люди это делают, у кого есть сильное желание и упертость жить в США, они это делают, и у них все получается. Вторая сторона этой монеты – делать хорошо там, где вы есть. Если вы не можете уехать там, где вам плохо, очевидный вопрос – делайте хорошо там, где вы есть. Опять же, все это я вам говорю на моем личном опыте. После второго года лотереи, когда стало очевидно, что выиграть в лотерею – это не вот тебе раз, два, три. Хотя существует огромное количество людей, которые выигрывали в лотерею с первого раза. Смотрите, какая прикольная штука. Это вот похоже на какие-то плоды даже, да? Яблочки такие, кактусовые яблочки. Опять же, отсылка к Мексике, потому что Мексика – это все про кактусы. Лотерея, 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 участие в лотерее. Второй год, когда мы не выиграли, очень четко показал, что так жить нельзя. Жить вот только от подачи заявки до ожидания объявления результатов, потом плакать, два месяца в депрессии – так жить нельзя. Я себе сказала, так жить нельзя, надо искать какие-то варианты. И, в общем, да, главной моей идеей было на тот момент устроить свою жизнь так, чтобы и без переезда в США мне было хорошо. Я спросила себя, чего я так рвусь-то в США, чего мне там каким медом намазано. И оказалось, что дело было не в географическом положении страны как таковой, не в смене географического положения моего тельца, а дело было вот в этом чувстве свободы. И тут наступает время каждому из тех, кто планирует переезд, кто жадно хочет переехать, кто жаждет переезда. Действительно, ответьте себе на вопрос, что вас манит, что так Аргентина манит негра, почему вы жаждете уехать в США. Если это желание больше зарабатывать, то поверьте мне, зарабатывая больше, вы тратите здесь гораздо больше, и некоторым приходится работать гораздо больше, чем в своей стране. Не всем, конечно, но некоторым приходится, это уже известный факт. Если вы ищете лучшего качества жизни, то, наверное, вам сюда. Но за это лучшее качество жизни, как я уже упомянула, платить придется больше, для этого работать придется больше, некоторым гораздо больше, в зависимости от ваших возможностей. В этот угол мы с вами не пойдем, потому что здесь шумно. Окей, пойдем в другой угол. Если вы задумаетесь о том, почему ваша жизнь несчастливая там, где вы есть, если вы попробуете честно, открыто, не лукавля себе признаться, признать, проанализировать, что же не так, почему не получается, то сто процентов вероятности вы найдете ключевые моменты, изменив которые у вас получится что-то изменить в вашей жизни там, где вы есть. Это потребует самого страшного, да, самого страшного для всех людей взять ответственность на себя, признать, что никакое правительство, никакие черномырдины вместе с Чубайсами за это не отвечают, никакие коррупционеры и никто, только вы, вы, вы и вы. Политика, общее направление, политики государства, большое дело, очень много значит. Но тем не менее, то, как ваша жизнь течет, и в какую сторону она течет, и как она течет, и кто, дирижер, генерал этой вашей жизни, решать вам, только вам. Ой, сейчас я вообще говорю, какие-то прописные истины, какой-то банальщины, простите меня, но это письмо было таким прям тоже за душу трогающим, очень подробным, очень длинным. Девушка рассказывала прям про детали, как у них там все, и поэтому мне очень хотелось чем-нибудь ей помочь. Я надеюсь, что это видео она посмотрит и как-то это услышит. А мы с вами вышли в амфитеатр. В хорошие времена здесь бывают концы и арты, прям вот там, смотрите, как красиво. Сейчас эти колокола звонят каждые полчаса. Не знаю, мы тут пока бродим, попадем или нет на звонки колоколов, но это и не важно. Ну, вообще, конечно, Сан-Антонио красив, красив, правда же? Нравится вам? И честное слово, мне как никому знакомо ощущение вот этой безысходности и безнадежности. Моя жизнь в России, моя жизнь в Москве была очень тяжелой. Я та самая лимитаза, мкадыш, которая понаехала в Москву, у меня не было никогда там квартиры, у меня не было никаких ресурсов от моих родителей или бабушек или дедушек, чтобы даже хотя бы что-то продать в Иркутске, где я жила, и купить хоть что-нибудь в Москве. Я никогда не было никакой ни прописки. Были вечные проблемы с медицинским обслуживанием для маленькой дочери, когда она еще была маленькой. Сами помните, даже в детский сад, чтобы ребенка отправить, если у вас нет прописки, было целое дело, то есть я туда устраивалась работать. Спасибо, что у меня был диплом на эту тему. Школа, школа была вообще тем еще челленджем, тем еще квестом, там было целое вообще приключение. Ну и дальше ничего не было никогда, легко и не давалось, легко и не падало в руки само. Поэтому мое желание уехать из России было очень страстным и очень таким. То есть я как раз была тем человеком, который думал, вот уеду, и все само станет хорошо. Особенно, знаете, когда мы стали приезжать сюда в гости в Америку и видеть, как они здесь прекрасно живут. Жена дома с двумя детьми, муж на работе, программист. И у них красивенький домик с белым забором. Знаете, они лабрадора завели. Мне кажется, все русские, все славяне, когда переезжают, они заводят этих лабрадоров, потому что это часть американской мечты. И я смотрела и думала, а вот так что, что можно жить так? А так можно жить? И, в общем, оказалось, что можно, но для этого нужно много работать, и для этого пришлось приложить много усилий. Ну, конечно же, никто не отменяет везения. Тут я вам честно признаюсь, моей заслуги никакой нет. Мне просто повезло, я выиграла эту лотерею. А все остальное уже просто встала носом и начала копать. У меня не было другого выбора, другого выхода. Об этом я много рассказываю. Что-то конкретное советовать невероятно трудно и практически невозможно, особенно если это просто короткая переписка где-то в соцсетях, а ответ вот на ваше письмо. Но, тем не менее, я очень коротко расскажу, как это было у меня с того момента, когда я осознала, что да, лотерея – это только лотерея, рассчитывать на нее не приходится, надо что-то делать. Для меня главным решающим поворотным моментом было решение наконец-то отдаться на волю своих желаний, на волю своих того, что я так люблю делать. Я решила вернуться в психологию. Для этого было необходимо наладить бизнес, что называется, на автопилоте. Для этого было необходимо достаточно много денег дополнительных, было необходимо дополнительное обучение. много времени на это ушло, еле-не-еле, не спали-не пили ночами и днями. Я сделала бесконечное количество разнообразных процедур, чтобы это все начало работать не совсем без меня, но чтобы у меня была возможность пойти учиться. И поворотным моментом, конечно же, стала школа, университет практической психологии, так как современный подход предполагает, прежде чем вы пойдете и будете лечить голову другим людям, вам надо вылечить свою собственную голову. И вот там как раз-таки в одной из первых лекций Николай Козлов давал нам самый-самый простой и очень примитивный тест. Кто ты? Автор своей жизни или ты жертва? И когда я же друг, я думала, ну что, я молодец. И когда я увидела по результатам теста, что я та самая жертва, у меня все внутри взбунтовалось. И не против теста или Николая Козлова, который смел мне это указывать, а против того, что нет, я так больше не хочу. Надо брать ответственность за свою жизнь в свои руки и управляться со своей жизнью самой. И вот, в общем, с тех пор так все и пошло. Маленькими шагами, помаленьку здесь, помаленьку там. Навести порядок в собственном доме, навести порядок в собственном бизнесе. Если вам необходимо получить какое-то дополнительное образование, какие-то дополнительные источники дохода, идеи о том, как улучшить все, что угодно, все, что вас не устраивает. Думайте, принимайте ответственность за свою жизнь на себя и пытайтесь сделать хорошо там, где вы есть. Потому что, сейчас опять буду говорить банальщину невероятную, но жизнь одна, жизнь одна у вас. Это никакой не черновик, другой не будет. И поэтому жить сейчас как попало, жить и мучиться, как героиня одного из предыдущих видео, нельзя. Не, ну можно, конечно, если хотите так, живите. Но я сильно против этого. Живите здесь и сейчас, вот все прямо сейчас на беловик, на чистовик. Не используйте сейчасшнюю жизнь как черновик. И делайте все, чтобы вам было хорошо там, где вы есть. О, один магазинчик открыт. Давайте заглянем. Но прежде чем мы зайдем внутрь, прошу обратить ваше внимание. На самом деле это не просто какое-то рендомное здание. Это здание Original Site of St. Philip's College. То есть здесь когда-то начинали строить колледж Святого Филиппа. И на минуточку, сейчас я вам покажу ближе это объявление. В 1898 году в этом здании были швейные классы для черных девочек. Вот так вот, шовинисты проклятые. Они их шить обучали. Но, наверное, на тот момент это было нужнее и полезнее, чем что-то другое, потому что это как минимум давало им профессию. Так, где моя маска? Маски у меня нету, сейчас нас внутрь не пустят. На входе у нас хэн-санитайзер и всякое такое, как обычно. Надо маску надеть. Ну, естественно, так как дело все к Рождеству, продают всякую билиберду рождественскую. Хотя любителям всяких вот таких вот странных игрушек... Это вообще такое место, где можно прийти и найти в любую тему, в любую тематику все, что вам нравится и все, что вам хочется. О, боже мой, посмотрите на это! Ты хочешь магнит? Одна из моих самых любимых песен. Ой, надеюсь, у нас YouTube не заблокирует с этой песней. За авторские права. Еще одна елка-мечта просто собирателя. Смотрите, просто не протолкнуться. Елки фактически не видно. Ну, а так, конечно, всякая билиберда. Как обычно, сувениры из поездки, всякая билиберда. Да? И она... И ее, она... Д fps, она их представлена. И она, 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 ее... Их делает там... И она, она, она... И у меня есть девушек. И у нее есть... И у нее есть билиберды. И они цвета. Мы сейчас видим... Сейчас около 150, я думаю, но в прошлом, до COVID-19, было бы тысячи людей, которые пришли сюда. Спасибо. Заканчивая сегодняшнее видео, как обычно, приглашаю вас в диалогу в комментариях. Это самый распространенный предмет для споров. Все уедут, а кто будет свою страну поднимать, и вот это вот все. Приглашаю вас в комментариях обсудить эту тему. Нужно ли уезжать? Нужно ли оставаться, если человеку тошно там, где он живет? Нужно ли с этим мириться? Что вы считаете? Как вы думаете, что сделать героине этого письма? Ну и вы помните пароли и явки. Приходите на Инстаграм, потому что на Инстаграме маленькие короткие репортажики. Вот, например, в Сан-Антонио я вчера весь вечер постила в Инстаграме коротенькие видео из всех мест, где я бывала. Также я там пишу маленькие постики и всякие истории, поэтому обязательно приходите на Инстаграм. Поставьте этому видео оценку. Зацените, пожалуйста. Я приехала в самый романтический город США, и вместо того, чтобы ходить за ручку с моим спутником и наслаждаться всем этим примерно хороших два часа, я потратила на то, чтобы снимать видео для моего канала и для вас, моих зрителей. Поэтому я буду вам благодарна за оценку и за комментарий, и за необходимый фидбэк, что можно было бы сделать еще лучше, потому что я люблю, когда вы меня смотрите, интересуетесь и делаете мой канал лучше вместе со мной. Мы пойдем поднимемся вот по этой романтической лестнице. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Впереди у нас видео с риэлтором из Сан-Антонио, где она нам расскажет об особенностях жизни в городе, о стоимости жилья, какую можно найти работу, чем здесь люди занимаются и что можно посмотреть в Сан-Антонио. Смотрите следующее видео тоже. Далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. А я всех люблю. Пока-пока.